Добрый день, меня зовут Ирина Иванова, я являюсь йога терапевтом, а это моя коллега. Меня зовут Марина Андреева, я вирусолог, валиолог, телесный терапевт. И мы хотим вам представить технику очищающую, в данном случае больше всего кишечник, но также в какой-то мере желчный пузырь и печень, называется Нашан Пракшалама. Это древняя индийская техника очищения. Это аюрведа классическая, я в свое время училась в Индии аюрведическим программам, и нам показывали эту технику с использованием соли. Я видела, как люди по 5 часов мучаются и очень потом не любят эту процедуру. У нас есть современный, скажем так, более прокачанный вариант с содой, о котором как раз сейчас расскажет Марина. Да, с содой просто получается несколько легче, воспринимается, ну и соответственно очищается. Принцип, он по большому счету остается тот же. С солью более тяжелая техника и по длительности она более долгая, ну а сода соответственно уже нам, многим людям, кто занимается горячей очищением, понятная и довольно приятная, скажем так. То есть для этой техники, если использовать соду, чайную ложку без горочки, это где-то 7 грамм примерно. Это сода гасится горячей водой, где-то 90 градусов, потому что она пошипела и просилась. И добавляется в литр теплой воды. На самом деле необходимо сделать несколько литров воды, то есть емкость должна быть от 3 литров, потому что на очищение одного человека тратится от 6 до 6 литров. А каким образом это все происходит? То есть сначала наводится определенное количество теплой воды, выпивается стакан такой жидкости, такого раствора. То есть здесь у нас литр, лучше заранее приготовить 3-4 таких сосуда, чтобы потом уже ни о чем не беспокоиться. Да, собственно, выпивает стакан и, соответственно, человек, который делает эту технику, начинает делать 5-6 техник асан для того, чтобы открыть все сфинктеры последовательно. То есть я как раз буду показывать, как выполнять эти асаны, буду давать рекомендации, как лучше их выполнять, чтобы быстрее запустить в работу все эти сфинктеры и при этом не повредить позвоночник. То есть давайте представим, что я сейчас выпила первую порцию и после выпивания я сразу иду выполнять упражнение. Итак, первое. Это вариация тадасаны. Вдох, я потянулась вверх. Выдох, резкий встряхивание, падение на пятки. И делается 7 циклов. И выдох через стороны. Сразу переходим ко второму упражнению. Это тадасаны с боковым вытяжением. Наклоны. Вдох, выдох. Раз. И вдох, выдох. В противоположную сторону. Два. И вдох, выдох. Три. И вдох, выдох. Четыре. Дых, выдох. Идем. 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 Обязательно дыхание. У нас 7 циклов. Это значит, в каждую сторону мы делаем по два. Всего 14. С хорошим, мощным дыханием, в хорошем, мощном темпе. Третье. Катя Чикрасана. Мы выпрямляем руки вперед параллельно. Полу параллельно друг к другу. Это скрутка. То есть мы хотим ее сделать мощно и правильно. Вдох в центре. С выдохом поворот вправо. Таз остается ровно. Вдох в центре. С выдохом поворот влево. Вдох. 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 И завершаем. Видели мощное дыхание в центре? На выдохе идет скрутка. Следите за ребрами, чтобы ребра не выходили наружу. Это важно для позвоночника. После трех циклов стоя мы переходим к кобре. В кобре мы выполняем не классическую кобру, а кобру со скруткой. Тирияки пхуджангасана. Я не буду долго объяснять технику выхода. Но главное опять, чтобы не торчали ребра. И если есть неприятные ощущения в пояснице, лучше присогнуть локти. Вдох в центре. С выдохом поворот вправо. Через правое плечо мы хотим увидеть обе стопы. Вдох в центре. С выдохом поворот влево. Хотим увидеть обе стопы. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. С выдохом расслабляемся. после этого делаются скрутки и мы предлагаем два варианта для людей у которых есть проблемы с коленями и классический вариант и опять же более быстрый вариант потому что на самом деле нам надо очень мощно работать безостановочно быстро чтобы действительно все открылось и процесс пошел вдох в центре с выдохом скрутка вправо вдох в центре с выдохом скрутка влево продолжаем следить за ребрами и затем чтобы позвоночник был ровно чтобы не заваливались назад и завершаем 7 циклов завершаем 7 циклов или да или 14 раз в обе стороны это был вариант для тех людей у которых есть проблемы с коленями или есть излишний вес и поэтому мы не хотим перегружать коленные суставы а сейчас я покажу классический вариант он как бы в исправе выполняется и для как суставная гимнастика и для того чтобы как раз как следует промять брюшную полость обратите внимание на технику выполнения мы садимся желательно конечно пятки на полу но если не получается пятки могут быть на весу вдох в центре с выдохом мы прижимаем левое колено к полу что важно нога должна пройти вот такую амплитуду и как раз за счет давления ноги в живот и как раз происходит считаю висцеральное воздействие вдох центре с выдохом прокручивание правой ноги к полу то есть чем ближе бедро корпусу чем больше вы чувствуете давление ноги в живот тем более эффективно работает эта асана после этого я сразу бегу пить следующий бокал бегу 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 опять у меня уже все подготовлено выпиваю следующий бокал и повторяю весь цикл заново и так я делаю до тех пор пока я не почувствую что сфинктеры открылись и мой организм готов к очищению и после этого я продолжаю пить и выполнять то есть это прямо быстро выпиваю выполняю комплекс выпиваю выполняю комплекс в чем же позитивный эффект в чем результаты в чем эффективность шана прокшаланы на самом деле она очень многоуровневая техника и очень часто спрашивают а вот мы делаем клизмы мы пьем касторку зачем нам еще шана прокшалана на самом деле это не заменяющие друг друга техники они все прекрасны и лучше их выполнять комплексе и знать когда выполнять какую например шана прокшалана дает действительно полное очищение если клизма например очищает только толстый кишечник то шана прокшалана в том числе воздействует и очищает и поджелудочная как это называется там у нас на пузырье и печень то есть мы говорим вот как мы уже упоминали про 4 сфинктера и последовательно они открываются идет полное прочищение что называется сверху донизу и это не только вопрос телесного очищения это также вопрос создания энергетической проходимости когда мы открываем как йоги это называется каналы нади и запускается совершенно по-другому система пищеварения усвоения и выделения плюс мы не можем не учитывать психоэмоциональный аспект да то есть очищение происходит в том числе от тех факторов стресса которые изначально зажали эти сфинктеры сегодня я назвала коллега мы рекомендуем эту технику всем нашим пациентам которые приступают к принятию антиполистарных программ то есть это вот то что даст возможность им подготовиться и перед ретритом перед про курсом очищения перед курсом очищения да то есть это дает как раз вот ту подготовку которая предотвратит там какие-то дополнительные высыпания или аутоинтоксикацию организма то что даст возможность пройти антиполистарным программам или каким-то мероприятиям по которые предполагают некую нагрузку наводительную систему более комфортно и корректно вот что касается противопоказаний не рекомендуется эта техника тем людям у которых есть камни в желчном пузыре от двух сантиметров на самом деле эту технику мы рекомендуем в первый раз проходить со специалистом поскольку здесь предполагается не только физическая нагрузка еще и некое эмоциональное когда содовая жидкость поступает в организм когда становится много а сфинктер оди это сфинктер желчного пузыря он первый реагирует на стресс соответственно если человек при этом пугается то он еще больше зажимается и в итоге получается такая история что человек появляется тошнота рвота аутоинтоксикации человеку тяжело и он пугается лет нет я больше так делать не буду лучше пройти со специалистом который имеет возможность промять живот обладая техниками висцеральной хиропрактики ну либо если вы сами это умеете сделать и делаете в компании конечно друг другу это тоже сделать более кратко из личного опыта мне очень помогло потому что действительно как немножко затягивался процесс перед первым походом в туалет и когда была сделана висцеральная техника это намного облегчило процесс дальнейшего очищения и вот этот процесс идет до чистой воды и после этого ощущаешь невероятную легкость действительно чувствуешь что ты сбросил огромный груз в том числе лет в том числе нездоровья такое действительно какой-то омолаживающий эффект очищаются белки глаз получше начинает выглядеть кожа по крайней мере для меня это важно и вообще состояние такое бодрячком много энергии приливает данное в данном случае до чистой воды имеется в виду каждому человек это индивидуально у кого-то это 3 литра у кого-то 4 у кого-то 6 мы имеем ввиду что в туалете человек видит что вода уже чистая не желтая если желтая то это еще желчь а совершенно чистая без каких-то примесей и чем важно завершить данную процедуру внимание это самый важный момент для того чтобы сфинктер оле закрылся необходимо в конце выпить стакан теплой воды два пальца в рот и совершить некий рвотный рефлекс должен случиться и это даст возможность восстановиться всему организму после этого мы рекомендуем через несколько часов скушать салат метелка свекла морковка зелень и что еще важно бывает что в процессе опорожнения появляются некие боли слизистые ануса пожалуйста не терпите смажьте его кокосовым маслом лучше конечно маслом чайного дерева и заключение мы хотим сказать что в нашу эпоху непростую по поводу опасности заражения каким-либо сложными новыми вирусами мы должны помнить что важно думать не только о наших легких о наших мыслях и важно думать все-таки о кишечнике поскольку в нем находится огромное количество лимфоидной ткани и лимфоидная ткань очень сильно влияет на весь наш организм и в процессе оздоровления это когда первое вообще первый шаг к здоровью накануне этой съемки мы с элиной прошли 21-дневный курс а элементарной депривации в морве огонь а собственно мы делаем это сами мы рекомендуем это делать всем нашим пациентам клиентам друзьям будьте здоровы с нами будьте здоровы сами в своей семье очищайтесь прочищаетесь к нам присоединяйтесь